Решим в целых числах уравнения. Их тут целых шесть штук. Скажем, пункт А. х умножить на х плюс 1 равно 4 умножить на у на у плюс 1. Домножим обе части на 4. И, раз при скобке, добавим к обеим частям единицу. Слева получится 4х квадрат, то есть 4х плюс 1. Ну, а здесь 16х квадрат, 16у плюс 1. Если заменим 1 на 4 минус 3, тогда здесь будет квадрат числа 2х плюс 1. Здесь будет тоже квадрат числа 2х плюс 1. Это аналогичная формула. Здесь 4, то есть 2х квадрат. 2 в квадрате. И если перенести 3 налево на 2х плюс 1 направо, то у нас получится разложение тройки в виде разности квадратов. 3 единственным, по сути, образом, может быть представлен в виде разности квадратов. Это 4 минус 1. Конечно, можно взять минус 2, можно взять минус 1, потому что квадрат здесь все равно. Вот мы и получаем, что 2х плюс 1 это то ли единица, то ли минус единица. И 2х плюс 1 тоже то ли единица, то ли минус единица. Здесь у или 0, или минус 1. Икс это или 0, или минус 1. Собственно, это 2 одинаковых равнения. Неудивительно, что у них решение знаковое. И вот у нас получилось 4 ответа. 4 пары, удовлетворяющие равнение, а других нет. Давайте посмотрим пункт B. Переставив множители, у нас было х плюс 1, х плюс 7, х плюс 8. А запишем х плюс 8 умножить на х плюс 1, х плюс 7. Равнение квадрат. И обозначив х квадрат плюс 8 их буквой z, получаем такое уравнение. Здесь будет просто z, а здесь еще будет плюс 7, z плюс 7. Получаем такое уравнение. Умножаем на 4. Ну, опять, понятно, что делаем. Здесь, значит, пишем квадрат и 7 в квадрате компенсируем числом минус 49. Получаем разложение числа 49 в виде разности квадратов. Ну, каким образом число 49 представить в виде разности квадратов? Это 7 в квадрате минус 0 в квадрате и 25 в квадрате минус 24 в квадрате. Давайте объясню, почему иначе нельзя. Ведь когда вы берете разность квадратов, то фактически это есть а минус b умножить на а плюс b. Число 49 разложить на множители можно как 1 на 49 или 7 на 7. Ну, конечно, можно еще переставлять вот эти множители, но это будет соответствовать изменению знака при числе b. И можно оба брать с минусом. Так что, по сути, разложений 2. Ну, конечно, можно брать вот здесь вот не 7 в квадрате, а минус 7 в квадрате. Здесь минус 20, здесь минус 24. В общем, приходим к такой таблице. 2z плюс 7. Это у нас вот этот квадрат. 2y это вот этот квадрат. Для них такие варианты. Здесь плюс-минус 7, здесь плюс-минус 25, плюс-минус 24. Вот все варианты написано. 7 минус 7. Это с нулем 25, 24 и так далее. Минус 25 минус 24. А теперь все легко. Зная, чему равно 2y, пишем, чему равно y. Зная, чему равно 2z плюс 7, пишем, чему равно z. Но z это x квадрат плюс 8x. Соображаем, что решаем квадратное уравнение каждый раз. x квадрат плюс 8x равно 0, значит, это x или 8 или минус 8. x квадрат плюс 8x равно минус 7, значит, либо минус 1, либо минус 7 и так далее. Находим довольно много решений. То есть у нас уравнение было на x и y, Поэтому пара и целей такие 0, 0, 0, минус 8, 0, минус 1, 0, минус 7, 12, 1, 12, минус 9, минус 12, 1, минус 12, минус 9, 12, минус 4, и минус 12, минус 4. Вот. Довольно много ответов. Но, тем не менее, мы нашли все решения уравнение в целой числе. Решим теперь пункт V. Умножим обе части на 4 и запишем уравнение двумя способами. В одном случае выделим квадрат 2y квадрат плюс y в квадрате, а в другом случае 2y квадрат плюс y плюс 1 в квадрате. Что называется, что в одном случае будет 3y квадрат 4y плюс 1, а в другом случае будем вычитать y квадрат минус 2y. Вот. При достаточно больших y, то есть если y не равно минус 1, 0, 1 и нет сегодня, эти выражения положительные числа. То есть, y квадрат минус 2y имеет два корня, 0 и 2. Вот это вот выражение имеет корень минус 1 и минус 1 треть. Соответственно, вне такого множества это положительное число, и здесь вычитается положительное число, значит, вот этот квадрат оказывается строго зажат между квадратами двух соседних целых чисел. Это невозможно. Значит, для того, чтобы решить наше уравнение, надо просто разобрать 4 случая. Подставить, ну давайте, например, вместо y минус 1. Тогда получается, понятно, в правой части 0, а в левой части x квадрат плюс x. Значит, x это либо 0, либо минус 1. Если y равно 0, еще легче. То же самое, x это 0 или минус 1. Ну и два случаев тоже вообще подставьте, посчитайте. Ну, все просто. Вся идея вот этих равенств. Значит, умножим обе части на очки и запишем два неравенства. В одном случае мы видели квадрат 2x квадрат плюс x. Осталось вот такое слагаемое. Это будет больше, чем 2x квадрат плюс x квадрат. Потому что весь график у меня лежит выше оси абсцисс. То есть дискриминант 16 минус 4 умножить на 3 умножить на 4 отрицательный. Значит, здесь строгое неравенство больше. Здесь меньше или равно, смотрите, чего вот такого квадрата. Это неравенство не строгое. Там, посмотрите, вот это выражение. 4 из четвертых. Вот здесь вот четверка, все замечательно. 4x в кубе, 4x. Только здесь 9x квадрат, а там 4. То есть если x равно нулю, то будет равенство. Во всех остальных случаях строгое неравенство. Вот и получили, что 2y квадрат заключено между двумя квадратами. Да? Вот здесь числа отличаются на двуку. Значит, либо здесь равенство, то есть x равно нулю, либо 2y это 2x квадрат плюс x плюс 1. Ну, плюс или с минус. Ну, смотрим. Если x равно нулю, то все просто. y это плюс-минус 1. В другом случае у нас такое уравнение. То есть квадрат если возводим, получаем 4 из четвертых плюс 4x квадрат плюс 4x квадрат плюс 4 из четвертых. Ну, а там как положено. Сумма квадратов плюс сумма двойных произведений. Если упростить, то получаем вот такое квадратное уравнение. У него два корня. x это тройка или минус единица. Ну, и все. Зная эти x-значения, подставляем сюда. Когда x внутри, получаем ответ плюс-минус 11. Когда x это минус единица, то получаем, что y это плюс-минус 1. Ну, вот получилось у нашего уравнения 6 решений. А x равна нулю, это мы откуда взяли? Ну, как? В случае равенства. В случае равенства. У нас с одной стороны было строгое неравенство, а с другой не строгое. И вот это вот равенство именно, когда x равно нулю. Пункт D. x квадрат плюс xy плюс y квадрат равняется x квадрат y квадрат. Прибавим к обеим частям xy. Тогда слева получается квадрат x плюс y. А справа xy умножить на xy плюс 1. Введем две новые перемены. s сумма, b это x и квадрат. Уравнение приобретает вид. s в квадрате, это b умножить на b плюс 1. Умножаем обе части на 4. И прибавляем единицу. И вычитаем единицу. Уравнение преобразуется вот к чему. Здесь у нас квадрат 2s. Здесь квадрат числа 2b плюс 1. Ну и минус 1. 2s в квадрате, это 2b плюс 1 в квадрате, минус 1. Отлично. Теперь единицу налево. 2s в квадрате направо. Получается, что единица это разность квадратов. Собственно, это единственный способ. 1 в квадрате, может быть минус 1 в квадрате, минус больше в квадрате. Значит, s это обязательно 0. А 2b плюс 1, то ли единица, то ли минус единица. То есть, p это 0 или минус 1. Ну, а теперь все понятно. Если у двух чисел сумма равна 0 и произведение равно 0, то это просто 0. А если сумма равна 0, а произведение минус 1, то это пара 1 минус 1 или минус 1 на 1. Вот и все. Мы решили сравнение в целых числах. Мы дошли до пункта е. Разность четвертых степеней чисел x плюс 2 и x должна быть кубом. Ну, раскрывая скобки, получаем уравнение x с коэффициентом 8, потому что минус 1, 4, 6, 4, 1. Получаем уравнение y куб равно 8x куб плюс 24x квадрат плюс 32x плюс 16. Видно, что это число четное. Значит, y это 2z, где z целое число. z куб это x куб плюс 3x квадрат плюс 4x плюс 2. И вот теперь смотрите, если x число не отрицательное, то видим, что если здесь напишешь x куб плюс 3x квадрат плюс 3x плюс 1, то число уменьшится. Значит, вот такое неравенство вероятное. z куб, которое мы сработаем в этом уражении, больше, чем куб числа x плюс 1. И с другой стороны, если напишешь 6x квадрат плюс 12x плюс 8, я думаю, это x плюс 2 в кубе, то это тоже будет неравенство. Получается, что z в кубе расположено между соседними кубами. Такого не бывает. Значит, x не может быть 0 или 0. x не может быть неотрицательным числом. То есть, x отрицательного меньше 0. И теперь воспользуемся некоторой симметрией уравнения. Вот представьте себе, что x меньше или равен минус 2. Тогда можно вот это вот обозначено буквой. Если x меньше или равно минус 2, обозначим 2 плюс x буквой минус t. Тогда у нас t будет больше или равно 0. Потому что 2 плюс x меньше или равно 0. Уравнение переписывается в таком виде. Умножая на минус 1 в обе части, получаем, собственно, наше уравнение исходное. Только вместо y минус y вместо x t. И t у нас неотрицательное. Такое уравнение решение не имеет. Значит, ситуация x больше или равно 0 невозможна. x меньше или равно минус 2 невозможна. То есть, на самом деле, x это минус 1. Подставляем уравнение, получаем, что y в таком случае...